Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к пятой главе книги пророка Михея. Пятая глава содержит одно из центральных, важных пророчеств, но начинается она при этом с нескольких слов, которые связывают, как бы напоминают читателю все то, о чем шла речь выше. Пророк от лица Господня говорил о том, что правда Божья, Слово Господне и закон выйдут из Иерусалима, и люди, которые ищут правды Божьей, будут уповать на этот закон, и вот остаток Израиля будет свидетельствовать о правде Божьей, а те, кто эту правду не ищут, не зная мыслей Господней, все равно будут посрамлены твердостью и волей Божьей, рукой всемогущего, которая будет с этим остатком. Но это будет потом. А теперь ополчищ, череполчищ обложили нас осадой. Пророк, по-видимому, обращается к началу предыдущей четвертой главы, говоря о законе, о суде правды Божьей, которая выходит из Иерусалима. И вот он говорит, но теперь это свидетельство о правде Божьей никем не принимается и не будет принято. Теперь ополчищ, череполчищ, тростью будут бить по ланите судью Израилева. Ну, по-видимому, первоначальный, поверхностный смысл этого высказывания пророка связывает первую и вторую половину четвертой главы, и речь идет действительно вот о том, что свидетельство правды Божьей не будет никем услышано. Но удивительным образом, начиная с евангельских времен, вдруг оказалось, что это не вообще о суде и правде и законе Израиля и об остатке Израиля слова. Но здесь, конечно, Господь Иисус Христос назван неявно этим самым судьей Израилевым, которого будут тростью бить по ланите. И традиционное христианское толкование подразумевает также, что непостижимым для нас образом, чудом духа пророк, сам явно не имея этого в виду, тем не менее пророчествует о суде над Господом Иисусом Христом. А дальше вот о судье Израилевом, о том, кто будет источником слова Господня, выходящего из Иерусалима, кто будет свидетелем этого закона правды Божьей. Дальше Михей говорит вот что. А ты, Вифлеем, мало ли ты между тысячами иудинами. Он обращается к Вифлеему и говорит, нет, ты не крохотная заштатная селеньица, потому что из тебя произойдет тот, который должен быть владыкой в Израиле, у кого происхождение изначало одни вечных. Ну и, собственно, это единственный раз, когда подобным образом в таком контексте упоминается этот самый Вифлеем. Конечно же, речь идет о том, что здесь, в Вифлееме, родится тот царь, который возглавит останок Израиля, через которого сам Бог будет царствовать над своим народом. И, видимо, да, пророк Михей говорит о том, что это земля Иуды и город Давида. По-видимому, Михей имеет в виду, что вот этот самый царь Израилев, тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение изначало одни вечных, он будет происходить из рода Давидова. Это первый поверхностный смысл. Но это, конечно же, не все, потому что заключительная строка второго стиха, где Михей говорит о мессии Израиля, о царе, владыке Израиля, что его происхождение изначало одни вечных. Конечно, если бы у нас была возможность спросить пророка, что же он имел в виду, было бы хорошо это сделать. Но у нас нет такой возможности, поэтому мы можем лишь думать сами, спрашивать Бога и обращаться к тому, как понимали эти слова разные люди в разных поколениях, в разной религиозно-культурной среде. Вот надо сказать, что среди фарисеев и книжников предного заветного времена появилась такая идея, представление о том, что в замысле Божьем вообще временная последовательность, хронология как-то иначе устроена. Они, по-видимому, уже начали прозревать хотя бы частично, что вечность – это все времена сразу, а не бесконечная продолжительность во времени. И они думают о том, что сначала от дней вечных и сначала до творения существует Мессия, который должен быть владыкой в Израиле, и лишь потом сотворяется мир, где Мессии предстоит стать царем избранного народа. Также они думают о премудрости, о слове Божьем, которое сначала существует от начала дней вечных и которому лишь в определенный момент истории предстоит стать законом жизни народа Божьего. Вот происхождение от начала, от дней вечных. Михей, по-видимому, если не видит, так сказать, очами сердца, то, по крайней мере, где-то в предельной глубине чувствует, понимает, что речь не просто идет о царе Израиля, который будет реализовывать волю Бога и правду Бога, а речь идет о чем-то гораздо более глубоком, происхождение которого из начала от дней вечных. И об этом грядущем царе Михей говорит, поэтому Бог оставит их до того момента, когда родит имеющая родить, когда родит та, которая должна родить, до того момента, когда этот мессия Израиля в Вифлееме родит. Но когда же это произойдет, тогда, говорит пророк, «возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их», то есть те, кто по каким-то причинам либо отказался от веры Израиля, либо никогда не знал ее, и станет он и будет пасти в силе Господней величии имени Господа Бога своего. Значит, вот это царствование Мессии, царствование Христа, вот так представляет себе пророк, он станет, будет пасти людей в величии имени Господа Бога своего. Выше пророк говорил о том, что все народы, которым будет дано Слово Господне, которые придут на гору Господню, все эти народы ходят каждый во имя своего Бога, но в этом нет жизни, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего. И вот здесь снова то же самое, он будет пасти в величии имени Господа Бога своего. Имя Бога тоже вот такая вневременная, преждевременная, вечная реальность восприятия, по-видимому, Михея и следующих после него поколений. А народы в величии имени Господа Бога, которое наречено над ними, будут жить безопасно, потому что тогда Христос, Мессия, будет великим до края земли. И будет он мир. Перед этим пророк говорил о том, что вот это вражда народов, о том, что вот это постоянная война кончится, потому что пришедшие к Богу Израилеву, услышавшие слово Господне из-за Иерусалима, уже не будут учиться воевать, уже вот прекратится это вооруженное насилие. Здесь он говорит, это он, тот, который родится в Вифлееме, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение от начала дней вечных. Вот он будет мир. И он без него просто невозможен. Никакой мир вне Христа и без Христа по факту в общем не существует, не бывает. Но при этом по-видимому Михей сам говорит вещи очень масштабные, а сам смотрит вероятно в масштабе меньшем. Потому что дальше с 5 стиха он говорит, вот когда Ассур, Ассирия придет в нашу землю, мы выставим против него там пастырей, князей, но избавит нас от Ассирии вот тот, который должен быть владыкой в Израиле от начала. И тогда, говорит пророк, остаток Израиля рассеянный среди народов будет как ливень на траве, как роса, он будет своего рода благословением на эти все окрестные народы. Он не будет зависеть от людей и полагаться на сынов Адамовых. для того времени, да, наверное, и для любого другого тоже это страшно важное обетование, потому что зависеть от людей и полагаться на сынов Адамовых очень ненадежно. Но вот остаток Израиля не будет, не будет зависеть от человеков. Это такая форма говорить о свободе, способ говорить о свободе. И в тот день говорит Бог через пророка истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы. Таким образом, все то, что составляет вооруженную силу Израиля, что, собственно, и есть полагаться на сынов Адамовых на самом деле, это будет уничтожено и кумиры и стуканы будут уничтожены и не будешь больше поклоняться изделиям рук твоих, искореню из среды твоей все проявления вот там эти священные рощи и так далее, все проявления язычества. В те дни, таким образом, остаток Израиля будет свидетелем для очищения всей земли, всей жизни среди которой эти люди будут обретаться. И все поделись тихо, все поделись на все , все и все , все